Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой Совершенный Код. И сегодня начнем с книгой Совершенный Код Стива МакКоннела. И сегодня начнем главу 32, которая называется Самодокументирующийся код. Ну что ж, начнем. «Пишите код, исходя из того, что все программисты, которые будут сопровождать вашу программу, склонны к насилию психопаты, знающие, где вы живете». Ну это такая цитата. Итак, внешняя документация. Документация программного проекта складывается из информации, содержащейся в листингах исходного кода. И внешней информации, которая обычно имеет форму отдельных документов или папок разработки блоков. В крупных формальных проектах основная часть документации является внешней. Внешняя документация этапа конструирования обычно относится к более высокому уровню, чем код, и к более низкому, чем документация этапов определения проблемы, выработки требований и проектирования архитектуры. Папка разработки блоков. Папка разработки блоков или Unit Development Folder или папка разработки программного обеспечения Software Development Folder – это неформальный документ, содержащий записи, используемые разработчиком во время конструирования. Термин «блок» здесь не имеет точного определения. Обычно под ним понимается класс, а иногда пакет или компонент. В первую очередь, папка разработки блоков служит для регистрации решений проектирования, которые нигде больше не документируются. Во многих проектах устанавливаются стандарты, определяющие минимальное содержание папки разработки блоков. Например, это копии релевантных требований, высокоуровневые аспекты проектирования, реализуемые в блоке, копии стандартов разработки, листинги кода и заметки разработчика блока. Иногда заказчик требует, чтобы ему предоставляли эти самые папки, то есть папки разработки блока. Часто они предназначены только для внутреннего использования. Документ детального проектирования Документ детального проектирования описывает низкоуровневую конструкцию. Он отчерчивает решения, принятые при проектировании классов или методов, рассмотренные варианты и мотивы выбора окончательных подходов. Иногда эта информация включается в формальный документ. При этом детальное проектирование обычно рассматривается как этап отдельный от конструирования. Иногда этот документ состоит преимущественно из заметок разработчиков, собранных в папке разработки блока. Но чаще эта документация присутствует только в самом коде. Стиль программирования как вид документации В отличие от внешней, внутренняя документация включается в сам код. Это наиболее подробный вид документации, относящийся к уровню команд исходного кода. Внутренняя документация сильнее всего связана с кодом. Поэтому при изменении кода она чаще остается корректной, чем документация иных видов. Главный вклад в документацию уровня кода вносится не комментариями, а хорошим стилем программирования. Грамотное структурирование программы, использование простых и понятных подходов, удачный выбор имен, переменных и методов, использование именованных констант вместо литералов, ясное форматирование, минимизация сложности потока управления и структур данных. Это все аспекты стиля программирования. И вот пример плохого стиля программирования. Вы видите на экране. Что по-вашему делает этот метод? Его непонятность не имеет никакого обоснования. Он плохо документирован, но дело не в отсутствии комментариев, а в плохом стиле программирования. Имена переменных не информативны, а способ форматирования групп. А вот улучшенный вариант того же кода. Простое улучшение стиля программирования делает его смысл гораздо яснее. Одного взгляда на этот код достаточно понять, что он имеет какое-то отношение к простым числам. Prime Numbers. Второй взгляд показывает, что он находит простые числа от единички до нам. Что касается первого фрагмента, то взглянув на него пару раз, вы даже не поймете, где завершаются циклы. Различие между этими двумя фрагментами с комментариями не связано. Их вообще нет. Однако, этот второй фрагмент читать гораздо лучше, приближаясь к святому граалю понятности, то есть самодокументированию. Задача документирования такого рода во многом решается за счет хорошего стиля программирования. Если код написан хорошо, комментарий это всего лишь глазурь на пирожном читабельности. Контрольный список вопросов по самодокументирующему коду. Итак, классы. Формирует ли интерфейс класса согласованную абстракцию? Удачно ли присвоено имя классу? Описывает ли оно главную цель класса? Ясно ли интерфейс описывает применение класса? Достаточно ли абстрактен интерфейс класса, чтобы можно было не думать о том, как реализованы его сервисы? Можете ли вы рассматривать класс, как черный ящик? Методы. Точно ли имя каждого метода описывает выполняемые в нем действия? Выполняет ли каждый метод одну и только одну хорошо определенную задачу? Все ли части метода, которые целесообразно поместить в отдельные методы, сделаны отдельными методами? Очевиден ли и ясен ли интерфейс каждого метода? Имена данных. Достаточно ли описательны имена типов, чтобы помогать документировать объявления данных? Удачно ли названы переменные? Переменные используются только с той целью, в соответствии с которой они названы? Присвоены ли счетчикам циклов более информативные имена, чем и, й, и, к? Используете ли вы грамотно названные перечисления вместо самодельных флагов или булевых переменных? Используете ли вы именованные константы вместо магических чисел или магических строк? Проводят ли конвенции именования различия между именами типов, перечислений, именованных констант, локальных переменных, переменных класса и глобальных переменных? Организация данных Используете ли вы дополнительные переменные для пояснения кода? Сгруппированы ли обращения к переменным? Просты ли типы данных? Способствуют ли они минимизации сложности? Обращаетесь ли вы к сложным задачам при помощи абстрактных методов доступа? Управление Очевиден ли номинальный путь выполнения кода? Сгруппированы ли связанные операторы? Вынесены ли относительно независимой группы операторов в отдельные методы? Следует ли нормальный вариант после if, а не после else? Просты ли управляющие структуры? Способствуют ли они минимизации сложности? Выполняет ли цикл одну и только одну функцию? Как это делает хорошо спроектированный метод? Минимизировали ли вы вложенность? Упростили ли вы булевые выражения путем использования дополнительных булевых переменных, булевых функций и таблиц принятия решений? Форматирование Форматирование Характеризует ли форматирование программы ее логическую структуру? Проектирование Прост ли код? Избегаете ли вы хитрых решений? Скрыты ли детали реализации настолько, насколько это возможно? Стараетесь ли вы писать программы в терминах проблемной области, а не структур, вычислительной техники и языка программирования? Итак, новая подглава Комментировать или не комментировать? Комментарии легче написать плохо, а не хорошо, и комментирование иногда бывает скорее вредным, чем полезным Жаркие дискуссии по поводу достоинств комментирования часто напоминают философские дебаты о моральных достоинствах, и это наводит меня на мысль о том, что будь Сократ программистом, между ним и его учениками могла бы произойти следующая беседа Итак, действующие лица Фрасимах – это неопытный турист теории, который верит всему, что читает Калликл – закаленный в боях представитель старой школы, настоящий программист Главкон – молодой, самоуверенный, энергичный программист И Смена – опытная разработчица, уставшая от громких обещаний и просто желающая найти несколько работающих методик И Сократ – мудрый, опытный программист Итак, мизосцена Завершение ежедневного сбора группы «Желает ли кто-то обсудить еще что-нибудь, прежде чем мы вернемся к работе?» – спрашивает Сократ «Я хочу предложить стандарт комментирования для наших проектов» – говорит Фрасимах «Некоторые наши программисты почти не комментируют свой код А всем известно, что код без комментариев не читаем «Ты должно быть еще менее опытен, чем я думал» – отвечает Калликл Комментарии – это академическая панацея И любому, кто писал реальные программы Известно, что комментарии затрудняют чтение кода Они облегчают Единственный язык менее точен, чем Java или Visual Basic И страдает от избыточности Тогда как операторы языков программирования локальничны И попадают в самое яблочко Если кто-то не может написать ясный код Разве ему удастся написать ясный комментарий? Кроме того, комментарии устаревают при изменении кода Доверяя устаревшим комментариям, ты сам себе роешь яму Полностью согласен – вступает в разговор главкон Щедро прокомментированный код читать труднее Потому что в этом случае приходится читать больше Мало того, что я должен читать код Так мне нужно читать еще и кучу комментариев Подождите минутку Вставляет свои две драхмы и смена Ставя чашку кофе Конечно, злоупотребление комментариями возможно Но хорошие комментарии ценятся на вес золота Мне приходилось сопровождать код Как с комментариями, так и без них И будь у меня выбор, я бы предпочла первый вариант Не думаю, что когда нам нужен стандарт Не думаю, что нам нужен стандарт Заставляющий писать один комментарий на каждый Икс строк кода Но побудить всех программистов комментировать код не помешает Если комментарии пустая трата времени Почему все и все их используют? Карикул, спрашивает Сократ Или потому, что таково требование Или потому, что человек прочитал где-то О пользе комментариев Ни один программист, когда-либо задумавшийся об этом Не пришел к выводу, что комментарии полезны И смена считает, что они полезны Она уже три года сопровождает твой код без комментариев И чужой код с комментариями Ее мнение ты уже услышал Что ты скажешь на это? Комментарии бесполезны, потому что они просто повторяют код В более многословной подожди Прерывают калликлофрасимах Хорошие комментарии не повторяют код И не объясняют его Они поясняют его цель Комментарии должны объяснять намерения программиста На более высоком уровне абстракции, чем код Верно соглашается и смена Если я ищу фрагмент, который мне нужно изменить или исправить Я просматриваю комментарии Комментарии, повторяющие код, на самом деле бесполезны Потому что все уже сказано в самом коде Когда я читаю комментарии, я хочу, чтобы они напоминали оглавление книги Комментарии должны помочь мне найти нужный раздел А после этого я начну читать код Гораздо быстрее прочитать одно предложение на обычном языке Чем анализировать 20 строк кода на языке программирования И смена наливает себе вторую чашку кофе Мне кажется, что люди, отказывающие писать комментарии Первое, думают, что их код понятнее, чем мог бы быть Второе, считают, что другие программисты гораздо сильнее интересуются их кодом Чем на самом деле Третье, думают, что другие программисты умнее, чем есть на самом деле Четвертое, ленятся Или пятое, боятся, что кто-то другой узнает, как работает их код В этом смысле очень помогли бы обзоры кода Сократ, продолжает и смена Если кто-то утверждает, что комментарии писать не нужно И получает во время обзора кучу вопросов Если сразу несколько коллег спрашивают его Что происходит в этом фрагменте твоего кода Он начинает писать комментарии Если программист не дойдет до этого сам Его руководитель сможет заставить его писать комментарии Я не утверждаю, коллег, что ты ленишься Или боишься, что кто-то другой поймет твой код Я работала с твоим кодом И могу сказать, что ты один из лучших программистов компании Но будь чуточку добрее Мне было бы легче сопровождать твой код Если бы ты писал комментарии Но это пустая трата времени Не сдается коллегу Код хорошего программиста Должен быть самодокументируемща Все, что нужно знать другим программистам Должно быть в самом коде Нет, фрасимах, скакивает со стула В коде и так уже есть все Что нужно знать компилятору С таким же успехом можно было бы сказать Что все, что нужно знать программистам Уже есть в двоичном исполняемом файле Если бы мы были достаточно умны Чтобы уметь читать его Информацию о том, что программист собрался сделать В коде нет Фрасимах замечает, что вскочил с места И садится Сократ, это немыслимо Почему мы спорим о важности комментариев Во всех книгах, которые я читал Говорится, что комментарии полезны И что на них не стоит экономить Мы зря теряем время Успокойся, фрасимах Спроси у Калликла Как давно он программирует Действительно, как давно Калликл Ну, я начал с системы Акрополь 4 Где-то 15 лет назад Думаю, что я стал свидетелем Рождения и гибели Примерно десятка крупных приложений А еще в десятке проектов Я работал над крупными компонентами Две из этих систем Включали более полумиллиона строк кода Так что я знаю, о чем говорю Комментарии совершенно бесполезны Сократ бросает взгляд На более молодого программиста Как говорит Калликл С комментариями действительно Связано много проблем И ты не поймешь это Пока не приобретешь больше опыта Если комментировать код неграмотно Комментарии не просто бесполезны Они вредны Они бесполезны Даже если комментировать код грамотно Заявляет Калликл Комментарии менее точны Чем язык программирования Лично я думаю, что лучше вообще их не писать Постой, говорит Сократ И смена согласна с тем, что комментарии Менее точны Но она утверждает Что комментарии поднимают программиста На более высокий уровень абстракции А все мы знаем А все мы знаем, что абстракция Один из самых эффективных инструментов Имеющихся в нашем распоряжении Я с этим не согласен Заявляет главкон Нам следует концентрироваться Не на комментариях А на читабельности кода При рефакторинге Большинство моих комментариев Исчезает После рефакторинга Мой код может включать 20 или 30 вызовов методов Не нуждающихся В каких бы то ни было комментариях Хороший программист Способен определять цель автора По самому коду К тому же Какой толк в чтении О чьей-то цели Если известно Что код содержит ошибку Главкон умолкает Удовлетворенный Своим вкладом в беседу Каликл кивает Похоже вам никогда не приходилось Изменять чужой код Говорит Исмена Каликл делает вид Что его очень заинтересовали Плитки на потолке Почему бы вам не попробовать Прочитать собственный код Через 6 месяцев Или год после его написания Вы можете развивать И навык чтения кода И навык его комментирования Никто не заставляет вас Выбирать что-то одно Если вы читаете роман Вам может и не нужны Названия глав Но при чтении технической книги Вам наверное хотелось бы Иметь возможность Быстро найти Что вы ищете Тогда мне не пришлось бы Переходить в режим Сверх сосредоточенности И читать сотни строк кода Для нахождения двух строк Которые я хочу изменить Хорошо Я понимаю Что возможность Быстрого просмотра кода Была бы удобной Говорит главкон Он видел некоторые программы Из программ и смены И они не оставили его равнодушным Но как быть с другим утверждением Каликва Что комментарии Устаревают По мере изменений кода Я программирую лишь пару лет Но даже я знаю Что никто не обновляет Свои комментарии Ну и да и нет Говорит и смена Если вы считаете Комментарии неприкосновенными А код подозрительным У вас серьезные проблемы На самом деле Несоответствие между комментарием И кодом Обычно говорит о том Что неверно И то и другое Если какие-то комментарии плохи Это не означает Что само комментирование плохо Пойду налью себе Еще чашку кофе И смена выходит из комнаты Мое главное возвращение Против комментариев Заявляет Каликва В том Что они тратят ресурсы Можете ли вы Предложить способ Минимизации времени Написания комментариев Спрашивает Сократ Проектирование методов На псевдокоде Преобразование Псевдокода В комментарии И написание Соответствующего им Кода Говорит главкон Окей Это сработает Если комментарии Не будут повторять код Утверждает Каликва Написание комментария Заставляет вас Лучше подумать Над тем Что делает ваш код Говорит и смена Возвращаясь С новой чашкой кофе Если комментарии Писать трудно Это значит Что код плох Или вы Недостаточно хорошо Его понимаете В обоих случаях Вы должны поработать Над кодом еще Так Что время Потраченное На его комментирование Не пропадет Оно указывает Вам На необходимую работу Хорошо Подводит Итоги Сократ Не думаю Что у нас Остались еще вопросы Похоже И смена Сегодня Была самой Убедительной Мы будем Поощрять Комментирование Но не будем Относиться К нему Простодушно Мы будем Выполнять Обзоры кода Чтобы все Поняли Какие комментарии На самом деле Полезны Если у вас Возникнут Проблемы С пониманием Кода Другого Программиста Подскажите ему Как он может Его улучшить Ну и тут Занавес И все Такое Сценка Окончилась Но я думаю Вам в целом Мысль Была Понятна Да Я думаю Каждый Сделает Выводы Нужны Комментарии Или не Нужны Ну а Мы Идем Дальше Итак Новая Подглава 32.4 Советы По Эффективному Комментированию Что Делают Этот Метод Который Вы Видите На Экране Этот Метод Вычисляет Первые Нам Чисел Фибоначчи Стиль Кодирования Этого Метода Чуть Лучше Чем Стиль Метода Который Был Показан В самом Начале Но Комментарий Неверен И Если Вы Слепо Доверяете Комментариям То Пребывая В блаженном Неведении Пойдете В неверном Направлении А Что Вы Скажете По Поводу Этого Метода Этот Метод Возводит Целое Число Бэйс В Целую Степень Нам Комментарии В этом Методе Неверны Но Они Не Говорят О Коде Ничего Нового Это Просто Более Многословная Версия Одного Метода И Вот Наконец Еще Один Пример Что Вы О Нем Скажете Этот Метод Вычисляет Квадратный Корень Из Нам Код Не Идеален Но Комментарий Неверен Какой Метод Понять Было Легче Всего Все Они Написаны Довольно Плохо Особенно Неудачные Были Имена Переменных По сути Эти методы Иллюстрируют Достоинства И недостатки Внутренних Комментариев Комментарий Первого Метода Неверен Комментарии Второго Метода Просто Повторяют Код И поэтому Бесполезны Только Комментарий Метода Три Оправдывает Своё Существование Наличие Плохих Комментариев Хуже Чем Их Отсутствие Методы Один И два Лучше Было Бы Вообще Оставить Без Комментария Дальше Я Приведу Советы По Написанию Эффективных Комментариев Виды Комментариев Комментарий Можно разделить На 6 Категорий Которые Будут Даны Далее Итак Первая Категория Повторение Кода Повторяющийся Комментарий Переформулирует Код Иными Словами И только Заставляет Больше Читать Не Предоставляя Дополнительной Информации Вторая Категория Объяснение Кода Такие Комментарии Обычно Служат Для Объяснения Сложных Хитрых Или Нестабильных Фрагментов Кода В этих Ситуациях Они Полезны Но Обычно Только Потому Что Код Непонятен Если Код Настолько Сложен Что Требует Объяснения Почти Всегда Разумнее Улучшить Код А не Добавлять Комментарии Сделайте Сам Код Более Ясным А потом Добавьте В него Резюмирующие Комментарии Или Комментарии Цели Третья категория Маркер В коде Этот тип Предназначен Не для того Чтобы Оставаться В коде Такая Пометка Указывает Программисту На то Что работа Еще не Выполнена Некоторые Разработчики Делают Маркеры Синтаксически Некорректными Ну Например Там Звездочки Подряд Идущие Подряд Там Много Звездочек Чтобы О Невыполненной Работе Напомнил Компилятор Другие Включают В комментарии Определенный Ряд Символов Не Приводящий К ошибке Компиляции И Служащий Для поиска Нужного Фрагмента Ну Еще Бывает Пишут Туду То есть Что-то Сделать То есть Делают Комментарии Пишут Туду И Некоторые Редакторы Кстати Могут Эти Туду Подсвечивать То есть Если Вы Хотите Что-то Сделать Вы пишите Туду Но На это Сейчас нету Времени Да Вот Мало Что может Сравниться С чувствами Программиста Получившего От заказчика Сообщение О проблеме В коде И Увидевшего Во время Отладки Что-нибудь Вроде Такого Что вы Сейчас Видите На экране Если Вы Поставили Заказчиком Дефектную Программу Это плохо Если Вы Знали Что Она Дефектна Это Просто Ужасно Стандартизируйте Стиль Комментария В маркерах Иначе Одни Программисты Будут Использовать Для этого Символы Звездочек Другие Восклицательные Знаки Третьи Просто писать TBD А четвертое Что-то еще Применение Разных Нотаций Повышает Вероятность Ошибок При Механическом Поиске Незавершенных Фрагментов Кода Или Вообще Делает Его Невозможным Стандартизация Стиля Маркирования Позволит Сделать Механический Поиск Незавершенных Фрагментов Одним Из Действий Контрольного Списка Перед Выпуском Программы И Предотвратить Проблему Исправить До Выпуска Исправить До Выпуска Некоторые Редакторы Поддерживают Теги To Do И Позволяют Легко Их Искать Так 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 Что у Нас Тут Четвертая Категория Резюме Кода Резюмирующие Комментарии Выражают Суть Нескольких Строк Кода В Одном Двух Предложениях Эти Комментарии Более Полезны Чем Повторяющиеся Потому Что Программист Читающий Программу Может Просматривать Их Быстрее Чем Код Резюмирую Резюмирующие Комментарии Особенно Полезны Если Программу Будет Изменять Не Только Ее Автор Пятая Категория Описание Цели Кода Комментарий Уровня Цели Объясняет Намерения Автора Кода Такие Комментарии Относятся Скорее К Уровню Проблемы Чем К Уровню Ее Решения Например Комментарий Получение Информации О Текущем Сотруднике Является Комментарием Цели Тогда Как Обновление Объекта Employee Record Является Резюмирующим Комментарием Сформулированным В терминах Решения Шестимесячное Исследование Проведенное В IBM Показало Что Программисты Отвечающие За сопровождение Программы Чаще всего Говорили Что труднее всего Было Понять Цель Автора Кода Различие Между Комментариями Цели И Резюмирующим Би Не всегда Очевидно И обычно Не играет Особой Роли В этой главе Вы найдете Массу Примеров Комментариев Цели И Последняя Категория Это Информация Которую Невозможно Выразить В форме Кода Кое Какую Информацию Невыразимую В форме Кода Все-таки Нужно Включить В программу Эта Категория Комментариев Включает Уведомления Об Авторских Правах И конфиденциальных Данных Номера Версий И другие Детали Замечания О структуре Кода Ссылки На релевантные Документы Требований Или Архитектуры Ссылки На интернет Ресурсы Соображения По Оптимизации Комментарии Нужные Таким Инструментам Дедактирования Как javadoc Doxygen И т.д. И т.п. К трем Видам Комментариев Приемлемых В готовом Коде Относятся Резюмирующие Комментарии Комментарии Цели И информация Невыразимая В форме Кода Эффективное Комментирование Эффективное Комментирование Отнимает Не так Много Времени Избыток Комментариев Не менее Плох Чем Его Недостаток А оптимальной Середины Можно достичь Без особых Проблем Написание Комментариев Может Отнимать Много Времени По двум Причинам Во-первых Стиль Комментирования Может быть Трудоемким Или Нудным Если Это так Измените Стиль Стиль Комментирования Требующий Значительных Усилий Очень Трудно Сопровождать Если Комментарии Трудно Изменять Их Просто Не будут Изменять Из-за Чего Они Станут Неверными И Обманчивыми Что Хуже Чем Полное Отсутствие Комментариев Во-вторых Комментирование Может быть Сложным Из-за Трудностей С Формулированием Действий Программы В словах Обычно Это говорит О том Что Вы Не Понимаете Работу Программы Время Уходящее На Комментирование На самом Деле Тратится На Лучшее Понимание Программы И Его Все равно Придется Потратить Комментируете Вы Код Или Нет И Вот Несколько Рекомендаций По-эффективному Комментированию Используйте Стили Не Препятствующие Изменению Комментариев Поддерживать Слишком Причудливый Стиль Надоедает Попробуйте Например Определить Часть Этого Комментария Которую Никто Не Будет Поддерживать Итак Если Вы Подумали Про Точки Вы Совершенно Правы Красиво Конечно Но список Хорош И Без Них Точки Затрудняют Изменение Комментариев И Если Есть Выбор А он Обычно Есть Комментарии Лучше Сделать Правильными Чем Красивыми А вот Пример Другого Популярного Стиля Трудного В Сопровождении Это Симпатичный Блочный Комментарий По Оформлению Ясно Что Весь Блок Единое Целое Начало И Окончание Блока Также Бросаются В Глаза Что Не Ясно Так Это Легкость Изменения Этого Блока При Его Изменении Почти Наверняка Придется Заново Выстраивать Аккуратные Столбцы Звездочек На Практике Это Означает Что Из-за Слишком Большого Объема Работы Такой Комментарий Поддерживать Не Будут Если Можно Выровнять Столбцы Звездочек Одним Нажатием Клавиш Это Прекрасно Можете Использовать Этот Стиль Но Проблема Не В Звездочках А В Том Что Их Трудно Поддерживать Этот Комментарий Выглядит Почти Так Ж Хорошо А Сопровождать Его Гораздо Легче А Вот Стиль Особенно Трудный В Сопровождении Это Пример На Visual Basic Трудно Сказать Какой Смысл Имеют Плюсы В Начале И В Конце Каждой Пунктирной Линии Зато Легко Догадаться Что При Каждом Изменении Комментария Эту Линию Придется Адаптировать Чтобы Конечный Плюс Находился На Своем Месте А Если Комментарий Перейдет На Вторую Строку Что Тогда Вы Сделаете С Плюсом Вы Выбросите Из Комментария Какие-то Слова Чтобы Он Занимал Только Одну Строку Или Сделайте Длину Обеих Строк Одинаковой При Попытке Согласованного Применения Этой Методики Проблемы Быстро Множатся На Подобных Рассуждениях Основан И Популярный Совет Использовать В Java И C++ Синтаксис Двух Обратных Слэшей Для Однострочных И Синтаксис Слэш Звездочка Звездочка Слэш Для Более Длинных Комментариев И Вот Пример Использования Разного Синтаксиса Комментирования С Разными Целями Первый Комментарий Легко Сопровождать Пока Он Короток Если Комментарий Комментарий Длиннее Создание Столбцов Двойных Слэшей Ручное Разбиение Текста На строки И Другие Подобные Действия Начинает Утомлять Поэтому Для Многострочных Комментариев Гораздо Лучше Подходит Синтаксис С С Звездочка Звездочка С С Суть Сказанного В том Что Вам Будет Обращать Внимание На То Как Вы Тратите Свое Время Если Вы Вводите Или Удаляете Дефисы Для Выравнивания Плюсов Вы Не Программируете Вы Занимаетесь Ерундой Найдите Более Эффективный Стиль В одном В одном Примеров Дефисы И Плюсы Можно Было Удалить Без Ущерба Для Комментариев Если Вы Хотите Подчеркнуть Какие Комментарии Найдите Иной Способ Но Не Дефисы С Плюсами Например Вы Могли Подчеркивать Комментарии Строками Состоящими Из Одинакового Числа Дефисов Такие Строки Не Требовали Бы Сопровождение А для Их Ввода Можно Было Бы Использовать Макрос Текстового Редактора Используйте Для Сокращения Времени Уходящего На Комментирование Процесс Программирования С Псевдокодом Формулирование Кода В виде Комментариев Перед Его Написанием Обеспечивает Целый Ряд Преимуществ Когда Вы Завершите Работу Над Кодом Комментарии Уже Будут Готовы Вам Не Нужно Будет Выделять Время На Комментирование Создавая Высокоуровневый Псевдокод Перед Написанием Соответствующего Низкоуровневого Кода На Языке Программирования Вы Также Получите Все Выгоды Проектирования Игнорируйте Комментирование В Свой Стиль Разработки Альтернативой Интеграции Комментирования В Стиль Разработки Является Откладывание Комментирования На Конец Проекта Но У этого Подхода Слишком Много Недостатков Комментирование Становится Самостоятельной Задачей И Кажется Более Объемной Работой Чем Написание Комментариев Небольшими Порциями Комментирование Выполняемое Позднее Требует Больше Времени Потому Что Вы Должны Вспомнить Или Определить Что Код Делает Вместо Того Чтобы Просто Написать О чем Вы Думаете Прямо Сейчас Кроме Того Оно Менее Точно Поскольку Со Временем Вы Забываете Предположения Или Тонкости Имевшее Место На Этапе Проектирования Противники Комментирования По Мере Написания Кода Часто Утверждают Если Вы Сосредоточены На Коде Не Следует Отвлекаться На Написание Комментариев Однако Если Написание Кода Требует Столь Сильной Концентрации Что Комментирование Нарушает Ход Мысли Вам На самом Деле Нужно Спроектировать Фрагмент Сначала На Псевдокоде А потом Преобразовать Псевдокод В Комментарий Код Требующий Такой Сильной Концентрации Это Тревожный Симптом Если Проект Трудно Закод Трудно Упростите Его До Начала Работы Над Комментариями Или Кодом Если Для Организации Своего Мышления Вы Будете Использовать Псевдокод Кодирование Станет Легким А Комментирование Автоматическим Производительность Не Является Разумной Причиной Отказа От Комментирования Одним Периодически Повторяющимся Атрибутом Технологических Волн Являются Интерпретируемые Среды В которых Комментарии Вызывают Чувствительное Снижение Производительности В 80-х Годах Это Относилось К программам Написанных На Бэйсике В 90-х К АСП Страницам Сейчас Похожая Проблема Связана С кодом Джава Скрипт И другим Кодом Кодом Нужно Передавать По Сети В каждом Из этих Случаев Решением Отказ Является Не Отказ От Комментариев А Создание Готовой Версии Кода Отличающейся От Разрабатываемой Как правило Для этого Код Пропускают Через Утилиту Удаляющую Комментарии Оптимальная Плотность Комментариев По данным Кейперса Джонса Исследования Проведенные В IBM Показали Что Понятность Кода Достигала Пика При одном Комментарии Примерно На 10 Операторов Как Меньшая Так и Более Высокая Плотность Комментариев Осложняла Понимание Кода Подобные Данные Комментарии Комментарии Один Комментарии На Каждые Несколько Строк Кода Однако Плотность Комментариев Будет Побочным Эффектом Самого Процесса Вместо Концентрации На Плотности Комментариев Сосредоточьтесь На Их Эффективности Если Комментарии Будут Характеризовать Цель Написания Кода И Соответствовать Другим Критериям Указанным В этой Главе Комментариев Будет Достаточно Ну а на сегодня Все В следующий раз Продолжим Главу 32 Самодокументирующийся Код Ну Все Поэтому Всем спасибо За внимание Подписываемся Делимся Ставим лайки Комментируем Всем Пока